Братья и сестры, здравствуйте! Передо мной проповедь, слово предстоятеля нашей церкви, патриарха Кирилла, разосланная по всем приходам города Москвы, с тем, чтобы зачитать его, я нахожу уместным и необходимым, зачитать его более широко и для тех, кто не бывает за богослужением регулярно. Это слово патриарха о вакцине, QR-кодах и последних временах. Некоторые вещи выделены прямо в тексте. Я зачитаю просто, иногда без комментариев, иногда что-то, может быть, прокомментируем. Русская православная церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе медицине. То есть прививающийся непрививающегося не укоряет, непрививающийся прививающегося не осуждает. Это свободный выбор. Священник не может ни заставлять прививаться, ни запрещать прививаться. В то же время участники встречи, это епархиальное собрание, напомнили, что исторический опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия священнослужителей в распространении практики вакцинации, благодаря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет. Следующий выделенный абзац. «Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение отдельных людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе и сведения о здоровье, а также обработка этих данных, все это требует контроля со стороны общества, в том числе и Церкви, как общественного института». Значит, в этом документе, в этом слове говорится много о том, что современный мир, отчужденный от человека, переведенный в область виртуальную, цифровую, могущество этих цифровых технологий, значит, оно может привести, повлечь за собой неумолимые действия этого аппарата принуждения, оснащенного могуществом цифровых технологий. То есть, в принципе, патриарх высказывает все страхи и опасения, которые ходят в обществе и в верующих людях, и неверующих. Люди обеспокоены введением механизма «разрешительного», в кавычках, порядка предоставления различных прав и возможностей, посещения публичных акций, различных, посещения храмов и так далее, перемещения с места на место, которые ранее никем не подвергались сомнению и были общедоступными, фактически возникает очень простой вопрос, а именно механизм отлучения человека от базовых прав, таких как свободное перемещение или нахождение в общественных местах. То есть, людям свойственно критиковать церковь за молчаливость, за какое-то желание отсидеться в тени, за желание укрыться за плечами государства. Очень правильные слова, очень точные, без резкости и без мягкости. Такие вот, то, что нужно, значит, в нужное время. Церковь не может представить себе такой ситуации, при которой при помощи QR-кода будут пускаться или не пускаться люди в храм Божий. Совершенно немыслимо, если цитировать, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо еще иного гражданского разрешительного документа. Вопрос широкий характер носит. Патриарх упоминает о том, что он с трибуны Государственной Думы в ходе парламентских чтений в прошлом году говорил о том, что цифровизация жизни несет опасность, поскольку обработка данных и доступ, слив данных, кстати говоря, утечка данных, человеческий фактор, может поразить в правах огромное количество людей, может лишить нас элементарных прав и свобод. Об этом открыто говорит Церковь, президенту, законодательному собранию и всем остальным. При этом очень важно еще добавление. Грехом является и сеяние паники. Многие люди рассуждают о QR-коде, как о печати Антихриста. И такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение Антихристому Духу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах и мыслях, в отказе от пребывания в Церкви. А пресловутая печать является всего лишь внешним знаком и видимым выражением совершившегося уже апостасии, от которой будем твердо хранить себя в любви ко Христу. То есть Антихрист пока не действует как личность, но его дух действует в мире, и люди, которые покорились Антихристову Духу, потом примут его как личность. Это закон на все времена. Многие не дожили до Антихристовых времен, однако жили в Духе Антихриста и будут чужды Царство Божие. В общем, очень хороший документ, который по неизбежности поссорит людей с патриархом еще больше, потому что как только правда сказано, то ревнители горячие справа обижаются на мягкий характер документа, а теплохладные и расслабленные обижаются на некую резкость, которая прозвучала. То есть правда, звучащая из уст любого человека, делает этого человека глаголющего правду врагом, тех, кто с правдой не согласен. Но текст очень хороший, выверенный, не позволяющий кривотолков. Вакцинация – это дело лично каждого. Президент об этом тоже говорил. Убеждать нужно, заставлять нельзя. Наказывать тоже нельзя. Убеждать нужно, все остальное нельзя. QR-код – это никакая не печать Антихриста. Вакцинация – это отчасти неизбежная вещь, которая встречала любую эпидемию, там холеры, чумы и так далее и тому подобное. Действительно, они были преодолены и ушли на нет благодаря медицинским средствам. Ну и страхи в обществе должны быть понижены. И QR-код не должен использоваться как средство считывания информации из человека и поражения его в главных и базовых гражданских правах. В общем, я предлагаю к вашему ознакомлению текст слова патриарха на епархиальном собрании. Они должны были быть зачитаны в всех церквах Московской епархии, по крайней мере. Хорошие слова на нужную тему. Страхи прочь. Будем серьезны. До свидания.